Приветствую вас. Пожалуй, самое главное то, что и мы не знаем, что делать. То есть, мы не знаем на данный момент, из чего вы хотите. Может быть вы хотите с ним помириться. Это одно. Это одна рекомендация, это одно направление, одна стратегия. Может быть вы хотите разобраться в себе. Это другая совсем стратегия, это совсем другое направление, это совсем другие рекомендации. Может быть вы хотите, например, ну допустим, получили травму. Вы в результате ссоры. И теперь вам хочется сделать так, чтобы вы не страдали. Вот. К примеру. К примеру. То есть, это другой момент совершенно. Это совсем уже другая сторона. Понимаете? Поэтому, вначале, вначале, вы определите для себя, что вам нужно. чего вы хотите. Понимаете? Понимаете? И уже потом, уже потом, после этого, после того, как вы определитесь с тем, с чего вы хотите, мы вам поможем этого достичь. Мы вам поможем разобраться в себе. Вот. Зачастую, бывает так, что люди, поссорившись, хотят, ну например, помириться. Вот. Они просто говорят, вот, я раскаиваюсь, вот, я хочу помириться, вот, я была не права или не прав был. Вот. Значит, соответственно, подскажите, пожалуйста, как помириться. Вот. И в данной ситуации, важно понимать, что если вы сейчас просто помиритесь, вот прям, ну просто помиритесь, ничего при этом не будете делать, допустим. Ну, может быть она повторится, там, допустим, ну, не сейчас, может быть она повторится, там, скажем, через, ну через месяц. Вот. Вот. Понимаете? Но она повторится. Она обязательно повторится. Поэтому, до тех пор, пока не будут вы, 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 выявлены, эм, причины. По которым именно вы, ссоритесь, именно вы не, вы со своим молодым человеком, да, допустим. Вот. А именно вы, ссоритесь. Вот. Вот. Вот до тех пор, пока не будет, эм, это разобрано, ну, ситуация улучшения не даст. Вот. Возможно. 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 А, имеет смысл вам больше, ну, например, ориентироваться на молодого человека, а не на себя, к примеру. Как вы это делаете, сейчас, допустим. Вот. Возможно. Так. Я не уверен. Честно. Говорю. Да. Я не уверен в этом. Я просто, сейчас, эм, предполагаю, отличные варианты. Вот. Знаете, какая история? Вот это вот, эм, самое неблагодарное, что можно делать. Да, предполагать, эм, какие-то варианты. Когда, эм, по сути, ситуация, ну, совершенно определённая. Просто, эм, её нужно разобрать. Вот. Понимаете? Какой момент. Поэтому, определитесь, пожалуйста, с тем, что вы хотите, разберитесь, эм, с этим, с тем, что вы хотите. И, после этого, уже, эм, можно будет говорить о том, что делать дальше. Ну, вот. Исходите из того, например, эм, что молодой человек для вас значит. То есть, ну, какое, каково его значение для вам. Если большое, да, то есть, если он значит для вас много, то, как это, соответственно, связано, вот, с тем, что вы ссорились, да. То есть, ну, обычно, если человек дорог, то, как бы, не будешь ссориться и так далее. Ну, вот. Если вы не удовлетворены чем-то, и ссоритесь вы, к примеру, из-за этого, из-за того, что вы не удовлетворены, эм, ну, чем-либо. То давайте смотреть, давайте разбирать, эм, чем, чем именно вы не удовлетворены, в чем именно вы не удовлетворены. Вот. И поможем вам лучше реализовывать, эм, свои желания, свои потребности. Понимаете? Вот. То есть, это все, как, как бы, вот, такая работа, да, это все работа, и, в первую очередь, в первую очередь, наверное, вам нужно обозначить цель, то есть, то есть, вот, обозначить, эм, то, чего вы хотите. Вот. Вот. Потому что, пока, вот, ну, не совсем понятно, с чего вы хотите. А, помочь вам можно, безусловно. То есть, как бы, ну, эм, ссоры, это, эм, это норм, это нормально, пары, что люди ссорятся, что у людей, эм, возникают какие-то разногласия, эм, вот. Это нормально. Другое дело тоже, эм, как вы реагируете на это, эм, если вы реагируете как-то, например, негативно, да, на это, то, соответственно, возникает вопрос, эм, почему, эм, вот. Решается ли что-то у вас в процессе ссоры. Я понимаю, что сейчас вы, скорее всего, находитесь в, э, в таком, достаточно шоковом состоянии, и, э, что делать, особо не знаете, действительно. Вот, но это не означает, что вам нужно сохранять пассивность, да, это не означает, что вы не должны брать ответственность за то, что, к примеру, вам нужно, за то, что вам важно, за то, что вы хотите ходить. Вот, это не означает того факта, что вы можете перекладывать эту самую ответственность на своего молодого человека. То есть, как бы, вы можете, конечно, это делать, но гарантировать вам, что ваши потребности и желания будут удовлетворены так, как вам хочется, нельзя. Вот, потому что у других людей есть, соответственно, свои средства для удовлетворения ваших потребностей. И, что самое, пожалуй, важно, это то, что у людей есть, есть, э, именно, свои, э, представления о том, как нужно удовлетворять, э, потребности, э, ну, другого, другого, другого человека, ну, к примеру, вас. Вот, и не всегда, не всегда, не всегда в этом есть, а, значит, соприкосновение, да, не всегда в этом есть, э, созвучие, к сожалению. Вот, и тогда, не всегда, к сожалению. Но это ничего не значит, это не значит, что вы должны оставаться недовлетворёнными. Короче, то, что вам нужно сейчас понять, это то, что ссора возникла именно из-за искаженного, искаженного отношения вашего к тому, чего вы хотите, к тому, что вам важно, к тому, что вам нужно, к тому, чего вы желаете. Именно поэтому возникла ссора, вот, то есть вы стали, э, слишком зависимы, э, от своего партнёра, вот. А, любая зависимость ведёт, к тому же, 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 к сожалению, это так, это неприятно, это далеко не всегда приятно, да, неприятно такие вещи осознавать, но, тем не менее. Вот, соответственно, подумайте о том, насколько вы зависимы от твоего молодого человека, и, может быть, пришло время, может быть, пришла пора снизить градус зависимости от него, и пришло время стать более независимым, тогда и ссор будет меньше, и у молодого человека будет куда больше интересов, интереса. У молодого человека будет куда больше интереса к вам. Вот. Такой вот парадокс. Чем меньше вы интересуетесь мужчиной, чем меньше вы от него зависите, чем меньше вы интересуетесь человеком, тем меньше вы от него зависите, тем больше у него к вам интереса, в том числе и даже живого. Вот эту вот нехитрую такую философию вам нужно изучить и применять. Если не получится самостоятельно, или если есть какие-то блоки на пути к этому, обращайтесь, буду рад помочь. Если у вас остались вопросы, также пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...